Ой, кума, не надо злиться, пред тобою я долгу. У меня надо подлечиться. Не променно помогу. Актеры-любители Лидия Вострецова и Галина Максимова, поклонницы творчества самарской поэтессы Людмилы Голодяевской, готовясь к вечеру ее памяти, выбрали стихотворение «Кум и кума». Когда на репетиции начали читать по ролям, поняли, получится отличный этюд, ведь в каждой строчке – любовь к жизни и к людям. Она настолько естественна в поэзии, что прям завидна. Очень интересный человек. И, конечно, судьба у нее, не дай бог. Но, тем не менее, сохранила позитив, сохранила любовь к людям, а это очень большое значение иметь для жизни. Людмила Голодеевская родилась в фашистском концлагере. Чтобы люди не забыли о тех тяжелых временах, создала во Дворце ветеранов музей «Непокоренные». Сама проводила в нем экскурсии. А еще писала стихи и прозу о войне и о любви. К жизни, к людям, к детям. Издала два сборника стихов. Почитатели ее таланта признаются – поэзия Голодяевской помогает по-новому увидеть мир. Самым ярким для меня стихотворением, отражающим суть самой Людмилы Михайловны, ее стихотворение называется «Говорите живым о любви». Человек, который родился в концлагере, который не понаслышке знает, что такое смерть, но больше, наверное, всего она понимала, что такое любовь. Близкая подругу Людмилы Голодяевской, поэтессы Авелина Глазкова, вспоминает. Они познакомились на одном из творческих вечеров. Так возник «Союз». Голодяевская писала стихи, Глазкова перекладывала их на музыку. Человек необыкновенной светлости, необыкновенной доброты, лиричности. Мы ее помним, любим. И будем дальше продолжать такие вот выступления. В память о самарской поэтессе второй год во Дворце ветеранов проходит концерт «Реквием» «По пояс в ромашках стою». Ее стихи не забыты, их читают друзья и знакомые, участники художественной самодеятельности. До конца года в Самаре пройдет еще несколько поэтических вечеров в памяти Людмилы Голодяевской в разных районах. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.